Продолжаем выпуск. Родственники погибших при пожаре в Актюбинской области обвиняют огнеборцев в бездействии. Как мы уже рассказывали, пламя охватила степь в Айтикибийском районе, и сельские жители пытались самостоятельно остановить его распространение. В общей сложности погибли четыре человека. Среди них и сельский Аким, Потербек Берлипесов. Его родные убеждены, трагедии можно было избежать. На видео, снятом на камеру мобильного телефона, видны остатки от обгоревшей одежды и чей-то головной убор, а вокруг выжженная до черноты степь. 4 сентября в степном пожаре заживо сгорел 41-летний Аким Силасулуколь, Потербек Берлипесов. Позже в больнице от ожогов и шока с разницей в один день скончались завод школы и охранник. Мужчинам было 39 и 38 лет. Еще один человек погиб во втором из семи очагов степного пожара. Кинчигаре Хужанов, родной дядя умершего в огне Акима Силасулуколь, Потербека Берлипесова, уверен, что гибели людей можно было избежать. Из-за сильного ветра огонь разгорелся с двойной силой. Пламя высотой метров 6 было. И его понесло ветром в сторону моего племянника с помощниками. Они оказались в огненном кольце. Не дождавшись подмоги, люди тушили пожар самодельными хлопушками и распахивали землю единственным трактором. Противопожарная служба, по словам людей, приехала без воды и после того, как огонь потушил дождь, а люди получили несовместимые с жизнью ожоги. Однако начальник ДЧС области опровергает их слова. На семи очагах Актикибийского района шли степные загорания. И на этих всех степных загораниях работали наши районные подразделения. Полиция и инспекция по труду проводят расследование на предмет законности действий сельских и районного Акимата. Пожар оставил без отцов шестерых детей, престарелых родителей, без опоры и единственных кормильцев. Пережившие горе люди опасаются, что в случае повторения ситуации вновь окажутся безоружными перед стихией. Ведь 10 лет назад в Атикибийском районе также при тушении пожара погиб сельский Аким. Однако из той ситуации никто не извлек урок. Эльмира Эжанова, Слухан Бекенов, Инфорум-бюро, Актикибинская область.